Ас-саляму алейкум и рахматуллахи и баракату. Листая ленту в Инстаграме и в других соцсетях, я обнаружил такую информацию, что в Дагестане количество людей, которые берут кредиты в банках, в разы, во много раз увеличилось. Такая информация меня обеспокоила. Почему? Потому что я очень хорошо знаю последствия этих обращений, последствия таких вот кредитов. И по долгу своей службы встречался с огромным количеством случаев разбирательств финансовых, материальных, где прямо или косвенно ситуация связана с получением таких вот денег. К сожалению, сколько бы ученые в проповедях не выступали об этом, я думаю, не будет лишним напомнить о тяжести этого греха. Грех ростовщичества — один из самых тяжких смертных грехов в исламе. Согласно мнению всех четырех имамов Мазаба, этот грех запрещен прямыми текстами Священного Кур'ана. Всевышний Аллах в Коране говорит, если же вы не откажетесь от ростовщичества, то вам объявлена война от Всевышнего Аллаха и от Его посланника. И люди, которые занимаются ростовщичеством, имеют к этому какое-то отношение, прокляты посланникам Аллаха. От Джабира ибн Абдилляха передается, что посланник Аллаха проклял того, кто поедает проценты, и того, кто предоставляет их, и того, кто их записывает, и того, кто присутствует свидетелем при этом. И сказал, «Охум сава!» Они все равны в этом проклятии, сказал посланник Аллаха. Очень часто возникает вопрос, на который не раз ученые уже ответили, а когда же можно прибегать к процентному кредиту? К процентному кредиту может прибегнуть тот человек, который находится в чрезвычайном положении. И то после того, как он перепробовал все дозволенные способы занять эти деньги без процента. То есть в том случае, когда речь идет о спасении жизни человека. Если предстоит дорогостоящая срочная операция больному, вам самим, или же вашему близкому, сыну, дочери и так далее, или же когда вопрос стоит между жизнью и смертью, между тяжелой болезнью и спасением от этой болезни, только лишь в чрезвычайных обстоятельствах. В других обстоятельствах, только лишь для того, чтобы приобрести мобильный телефон, для того, чтобы приобрести дома холодильник, прибегать к процентному займу, категорически запрещено. Таким образом, мусульманин встает на путь вражды со Всевышним Аллахом и с его посланником, саллиллаху алейхи вассаляма. Да сохранит нас Всевышний Аллах от тяжких грехов и простит нам наши грехи. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.